да друзья мои третья серия нашего марлезонского барлета вы тут накидали этих вопросов поэтому третья серия не знаю думал две серии ну вы уж 350 я тут в поту весь а надо идти как говорится это ну вот про про дядю мишу еще он пишет я тут вам рассказывал что можно удачу у тролли забрать ну дядя мишу я не трогаю я его держу кабанчика мы выкармливаем ну вот пишет жук или не жук но удача меня по у меня поперла видимо от твоей заботы о бездомных собачках камень собачек больше кормить собачек кормишь меня ну дядя миша если ты питаешься такой низкой энергии пожалуйста кормить собачки я не перестану и котов не перестану кормить и птичек и даже твоих любимых ворон которых ты все пытаешься вот всех их отравить стереть потому что они переносит заразу не дальнишь заразу переносишь ты поэтому буду кормить если у тебя будет удача хорошо хорошо ты у нас как говорится над корме над корме кормить никуда ты не денешься уже так господи марка фигина товарища шамане черной магии мозги разбил ну ладно я не знаю сумели посмотреть вот георгий давиташвили сегодня приобрел бубен пошел вечно в лес разжигал костер и бил в бубен понравилось мозоль натер на пальце от колотушки вот молодец вот георгий молодец не точно нашу этот мешание кислый георгий вот молодец вот вот взял дело не то что покупать мне бубен делать мне бубен вот человек 10 вот к чему я вас призываю захотелось идите здесь затем будете мечтать ну вот я пойду там как говорится дерево куплю пойду там кожу куплю сделаю сошью это все вы будете жизнь свою мечтать георгий человек дело пришел приобрел и пошел в лес разжег костер и бил в бубен пока вот пальцем мозоли не натер вот это практик и вот он быстро добьется практике в отличие от других которые только думаю отчет у меня не получается отчет у меня не получается вот делайте практикуйте меняйте методики меняйте не в тупую не бомбите так так меня удивляет ваше бесстрашие в контакт с чем-то иным но друзья мои давите он сергей николаев пишет сначала в дегте потом в перьях потом по красной площади ну хорошая картина правда вот так вот представить представляете это шоу будет вот шоу это лучше олимпийских игр вот лучше олимпийских игр эту бригаду в перьях и завалять и по садовому кольцу им устроить ну не марафон не будем издеваться пеший как говорится поход по садовому кольцу всей этой банде володину путину собянина вот всем этим поповым кто там еще с раковым вот все и все это вот все всю эту элиту всю эту элиту по-доброму по-хорошему в смоле в перьях и пусть пройдутся по люди будут аплодировать свистеть кричать эти перья за продать можно заработать больше чем на олимпиаде не про профукали вот на этом шоу шоу уродов извините что-то да вот видите разгорячился разгорячился так всем здравия этот я из мрак тоже горделивый парень зачем бубнишь это всего лишь бубен и далее жесты слова мысли а есть о том о чем подумать то нельзя то есть такие глубокомысленные изречения в конце концов за ними чувствуется пустота что вот это не мрак там а глупость вот было бы извините за это но слишком много вот этой как когда человек слишком он умничает на деле за этим часто скрывается глупости пустота так ну тут видите разные опыты вот стоим римовер о мистик коллега носил мундир у меня был случай в тему что мы стояли качались во время срочной службы мы часто ходили в караул на первом году приглашен на посту пост-1 ну тут видите человек как говорится служил в армии что достаточно серьезный опыт на самом деле полезный для каждого мужчины вот эти караулы бесконечные действительно когда там человек засыпает там она держаться когда эти столько там истории армейских интересных поэтому опыт действительно хороший поэтому действительно так так джельсами на вопрос нужно имя матери шамана для молитвы я также понимаю что возможно это тайная информация так ее могут услышать варги воспользоваться тогда не говорите ну давайте там мать шаман не трогать давайте все-таки концентрироваться на самом шамане помогать не будем тоже слишком усложнять все это так опять и с такая наша женщина тоже у нас много сегодня сложных ребят не каждый из нас рискнет как ты я бы не стала многие этого просто недостойны точнее это было бы бесполезно тоже много многозначительности таких вот тайных слов ох друзья мои проще надо быть проще так практика перепросмотра показала мне что негативные энергии примененные ко мне давно направлены обратно впрочем я это и так знала вот мои негативные энергии направлены на кого-то да было и такое или просто момента когда не приложила всех усилий мне не дается в некоторых случаях себе оправдать ну тут как в этих случаях отдержающие вины освободиться и стоит ли но вот вы не все-таки делаете перед просмотр надо не надо вины не вины просто свою энергию отдайте возьмите а вы сейчас начинаете мозг включать они они душу начинаете а это я отдала уже а это не отдала а вы посмотрите отдали вы или не отдали посмотрите реально у нас третья серия будет короткий 6 минут ну вот дядя миша счет сусти раскочегарился он тут вообще молодец молодец мешает и вообще там залип залип молодец мне это радует я я уже чувствую тебя на крючке нашем нашем как говорится адском крючке ты же знаешь ну вот чё нам пишет опять не вам не могу не прочитать а то обидится до кого другого пропущу хотя вопросов нету но тем более это последний то бум бум то там там ты космополит видимо и поэтому нам с тобой не по пути мне царь нужен потому что господу идет царь со своим народом как написано в священном писании а ты караванчик со своим караваном это порнография на святое писание это как обезьяна царя со своим стадом не идете не господу а к бесам ну хорошо хорошо написано нормально вот то что мне нравится дядя миша он все-таки ну бывает бывает тем более учится учится молодец нам нужен хороший хороший парниша они они какой-то тупой этот ну теперь ведь я еще и космополит и обезьяна и порнография но друзья мои в нашем караване то никого не тянут насильно кроме разве что дядя миши ну вот эти высокие слова господу идет царь со своим народом царь цари надоели надоели они эти цари эти цари остачертели вот эти цари вот посмотрите всю историю надоели это мерзавец на мерзавцы если тебе нужен царь и ты раб дядя миша и все время ты кому-то молишься и господу но он ты не знаешь кто такой господь в конце концов со своим народом все теперь опять тоже делишь народы на разные то есть это народу хорошие эти плохие и тебе нужно прикинь к какому-то большому дяденьки типа я с вами поэтому меня не надо бить я с вами потому что я с вами не не святого писания ты не читал никогда вот не рассказывай сказки о том так вот ты может пролистал чуть-чуть не молит ты не знаешь не молишься ты но не рассказывай не рассказывай нам всем вот эти вот эти а наш караван идет это простое здесь не надо никому молиться и караванчик это не какой-то тебе там какой-то пророк а просто человек который делает простое хорошее дело ведет как знаете курьер водитель ну как вот он куда-то куда-то едет что-то ведет помогает людям что-то привозит доставляет знает ходы во вселенной знает что-то может быть больше чем чем вы но это не значит что это что-то такое замечательно нет нет и вы когда-то сможете стать караванчиком большим или маленьким поэтому я-то знаю куда мы идем а вот и вот в твоей душе это непонятно потому что ты чувствуешь что если ты не поешь что ты пойдешь именно к бесам да не господу потому что нет у тебя чувства вот это так что вот здесь грусть грусть дядя миша по тебе грусть юмор юмором и слова хорошие а все все выдает боль в твоей душе что царь народ священное писание господь господь без и все слова слова выдающие боль и тягу чему-то все друзья мои третья серия у нас ответы на вопросы достаточно короткая слава богу спасибо за внимание сегодня не получилось рассказывать вам историю о гиперборейском пауке постараюсь это сделать завтра но как позволят боги все счастливо пока